Весна это время, когда стоит особенно беспокоиться о здоровье. Безусловно, ответственным мужчинам необходимо заботиться и о здоровье своих прекрасных половин женщин. Какова роль мужчин в поддержании женского здоровья? Как деликатно и правильно подойти мужчинам к этому вопросу? Сегодня поговорим с врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, заведующей женской консультацией Ириной Витальевной Ермолаевой. Ирина Витальевна, здравствуйте. Ирина Витальевна, ну, обычно так исторически сложилось, что у мужчин не очень много точек зрения на женское здоровье и вообще на отношение к каким-то женским делам, женским проблемам и так далее. То есть, либо игнорирование, может быть, деликатное игнорирование, либо даже вплоть до табуирования этих вопросов. Я туда не лезу, это женское и так далее, не ногой, это ее дела, она сама разберется. Либо еще существует такая точка зрения, которая еще из Древней Греции, от древнегреческих философов пришла, которые, кстати, там претерпевали многое от своих жен, а исторические факты есть. И она состоит в том, что у мужчин как бы существует три возрастных кризиса, то есть детство, отрочество, юность и кризис средних лет. А у женщин каждый день – это кризис, вся жизнь – это кризис. И даже древние греки вывели само понятие истерика от обозначения, скажем так, внутренних органов женщины. И фактически считалось, что истерика присуща только женщинам, и это женские половые гормоны, и мужское, и женское – это вообще такие несопоставимые вещи, что лучше как бы обходить этот вопрос стороной. Сегодня какова должна быть позиция современного мужчины к женщине, к женским проблемам? Ну, конечно, я считаю, я и как женщина, и как доктор считаю, что мужчины должны брать ответственность, ну, конечно, не только за себя, но за всю семью. А женщина – это половина этой семьи практически. Поэтому мне, вот лично мне, нравятся ответственные, серьезные мужчины, которые все знают. Когда женщина ходила на прием к врачу, не ходила, что у нее болит, как она себя чувствует, то есть он обязательно должен ей интересоваться. Но если говорить по статистике, да, ну, у меня 27 лет опыт моей работы, и вот что я вижу в женской консультации. Когда говоришь женщине, вы можете не ходить, зима скользкая, пусть придет ваш супруг, принесет анализы. Она говорит, да вы что, он порог женской консультации, не переступит, потому что это он не может. Это женское заведение, это табу. Это женское заведение. Что значит это женское заведение? Это заведение, которое обеспечивает здоровье и счастье вашей семьи. Но есть мужчины, ну, наверное, может быть, их процентов 5 всего лишь. Но они есть. Но они есть. У меня есть исторически сложившиеся семьи пары, которые ходят на прием вместе. Вот вчера, например, был будущий молодой отец. Он зашел и сказал, я хочу с вами познакомиться. Я муж вашей пациентки. Что от меня будет нужно? Она встала на учет по беременности. Что будет нужно? Вы знаете, я прям вообще просто расплылась в улыбке. Конечно, все ему рассказала о ее состоянии, и какие у нас планы, и какие у нас прогнозы. То есть вот врачи, на самом деле, очень хорошо откликаются, готовы объяснить все, поддержать этого мужчину. Мы прям их бережем и ценим. Очень уважаю, когда они знают, в каком году там была какая-то операция. Она может забыть, например, да? Она волнуется. А мужчина это знает? А мужчина это знает. Я говорю тогда, да, о том, что в этой семье высокий уровень доверия, первое, а во-вторых, высокий уровень ответственности этого мужчины. Потому что она волнуется, заходит, ты ей задаешь вопросы. Она иногда там в суете не может что-то сказать, а он стоит рядом и говорит, да-да, это было в этом году. Да, тогда она чувствовала вот это. То есть он как раз и проявляет мужские качества и мужскую уверенность. Он дает ей поддержку. Это же основное, наверное, что дает мужчину жить. Ну и, соответственно, психологический комфорт в семье. Конечно, конечно. Представляете, какая она гордая. Выходит из кабинета, что она была с мужем. У нее была поддержка. И она не одна. Это очень важно. А есть женщины, которые вот наоборот не хотят, чтобы муж приходил. Сами не хотят. То есть муж, может быть, и не против. Он даже, может, и не знает о каких-то проблемах, потому что она ему не говорит. Ведь с детства принято как-то считать, и мамы, девочкам, бабушки говорят, что вот это вот все надо себе беречь. Мужчины сюда не должны... Ну, это другой оборот на стороне медали. Не должны проникать в вопросы женского здоровья, женского самочувствия и так далее, так далее. Вот насколько часто такие встречаются пациенты? Ой, ну 50 на 50 таких женщин. Мне кажется, иногда даже они лукавят, что они не хотят, чтобы их мужчина проявлял о них вот такой интерес и такую заботу. Мне кажется, они лукавят. Но вот по факту 50 на 50 примерно. Она говорит, да вы что, зачем я буду посвящать свои проблемы? Пусть он только знает только лучшее обо мне. Ну, это чисто мое мнение. Я считаю, что лучше, когда вместе. Семья – это, как говорят, одно целое. Лучше, когда вместе. Но такие женщины есть, вероятно. То есть им с детства. Может быть, мама внушила. Может быть, вот как-то у них в семье так принято, что женские проблемы – это только ее проблемы. Все остальные проблемы, значит, общие. А женские – это только ее. А с этим надо что-то делать, наверное, да? Надо делать. Надо повышать, я считаю, институт семьи в нашем обществе. Нужно… Я вот лично думаю, что нужно вести уроки в школе, как вот это было, когда я еще училась в школе. У нас… Этика и психология семейной жизни. Семейной жизни, да-да. Сейчас вспоминаю, думаю, как же это называлось. Этика и психология семейной жизни. Мне кажется, это очень важно. Вот еще такой интересный вопрос. Мужчина, поведение мужчины. Ну, женщины, часто я, конечно, утрирую, они считают, что мужчина делится на два вида. Либо мужчина, он занудствует, или на два состояния. Либо тебе на меня все равно, дорогой, как же так? Вот как должен себя вести здесь мужчина? Золотая середина. То есть он же не должен стоять с розгой и говорить, так, ты была на приеме у гинеколога, когда была последний раз, ну-ка, пошли быстро. И с другой стороны, он же не должен закрываться и уходить и наплевательски относиться к этой ситуации. Как здесь вот поддерживать этот баланс? Как вы считаете, как врач? Ну, во-первых, я хочу поделиться с вами реалиями сегодняшней жизни. Я, наверное, в таком восхищении сегодняшней молодежью, потому что они приходят, они, многие планируют беременность. Очень ответственно. Их мужья сто процентов не стесняются сдать спермограмму, потому что вот более старшее поколение, там ни за что не заставишь мужчину сдать спермограмму. Он считает, что у него уже есть дети, и этого достаточно. Когда ты объясняешь, что у женщины может быть замершая беременность, из-за плохих показателей, возможно, ей потом будет грозить оперативное вмешательство, то есть вот нет и все. Это табу для него, нет. Вот в таких случаях я прямо очень возмущена. Современная молодежь, она иная. Они все сдают анализы. И мне нравится, что они до начала половой жизни предоставляют друг другу справочки на инфекции. Вот, например, много таких консультаций проводила, когда девушка говорит, я хотела обсудить с вами контрацепцию. Я говорю, а чем вы сейчас предохраняетесь? Она говорит, да я еще не живу половой жизнью, я только планирую, но я уже хочу это знать. И точно так же они говорят, нет, я не буду встречаться с молодым человеком, у нас не будет близости, пока он не сдаст анализы. И они все это открыто обсуждают, они спрашивают друг у друга. И мне кажется, это вот такой вот современный подход. Нужно обсуждать проблемы, которые есть друг у друга. И по здоровью в том числе. Ну, потому что, ну, например, давайте возьмем отвлеченный от гинекологии пример. У женщины там панкреатит. Или у мужчины, да. И вот они пришли там в какой-то ресторан, и блюдо точно вызовет, спровоцирует обострение заболевания. Но мне кажется, это проявление заботы. Давай тебе закажем что-то другое. Вот просто же можно мягко... Вот вы задали этот вопрос, да, как нужно найти золотую середину? У нас как-то эндометрит скрывают, а панкреатите говорят, в принципе, вовсе услышаннее так можно сказать. Да, то есть можно же как-то мягко сказать, можно как-то деликатно сказать. Можно договориться, ну, может быть, скажу такую фразу, договориться на берегу еще, да, что давай мы будем вот так вот и так и так. И в нашей семье будет вот так. Ты, пожалуйста, не думай, что я там какой-то зануда, но для меня важно твое здоровье. Мне кажется, если женщине так скажут, ну, для меня ты очень важна, и твое здоровье для меня очень важно. Но она не будет ничего скрывать от него, сто процентов. Да, еще вот вы затронули хороший вопрос. Зачастую, опять же, патриархальные пережитки, наверное, где-то. Зачастую в каких-то проблемах, например, прерывания беременности, выкидыши и так далее, общество где-то склонно даже, я бы сказал, обвинять женщину. То есть эта женщина не такая и так далее. Все-таки насколько здесь важно мужчине следить за собой, мужчине следить за гигиеной, потому что, ну, мы люди современные, часто бывают такие ситуации, что, ну, об этом нельзя не говорить, да, что несоблюдение гигиены может приводить к каким-то болезням. Вот что вот вы скажете об этом? Ну, давайте начнем глубже. Вот как мы с вами поговорили про этику и психологию семейной жизни со школы, да, то же самое вот эти вот курсы, когда приходит врач-специалист и обсуждает с ребятами вопросы гигиены, контрацепции, вообще там инфекции, передающиеся с половым путем, это тоже должно быть. Сейчас немножко, наверное, это все ушло в онлайн, в интернет, они находят чаты, получают какую-то информацию, но все же иногда эта информация может быть искаженная. Вот я бы вернулась, например, к каким-то вот таким методам, может быть старым, я там, конечно, не ханжа, но мне кажется, вот этот диалог живой, просто не все специалисты могут выстроить доверительную беседу с ребятами, с подростками, а надо выстроить, надо к этому вернуться. И когда люди уже вступают во взрослую жизнь, они уже обладают этой информацией, они уже понимают, они каждый осознанный. И еще, что важно внушить в подростковом периоде, что каждый ответственность за свое здоровье несет сам. В первую очередь. В первую очередь. У нас федеральный закон 323-й об охране здоровья граждан, он прямо гласит, что пациент сам несет ответственность за свое здоровье. Принято на кого-то вот это все сваливать, там, на врача, это врач не вызвал, не пригласил на диспансеризацию. Я хочу, чтобы все помнили, что в первую очередь пациент сам несет ответственность за свое здоровье. И вот это нам нужно все равно прививать, развивать. Ну, с молоду, как говорят. Раньше было санитарное просвещение. Да. Сейчас пытаемся, коллеги очень плотно этим занимаются, из Центра медицинской профилактики. Но, наверное, этого где-то недостаточно. И, как вы сказали, нужно идти в школу где-то, да, с этими вопросами. Ну, вот я много лет этим занималась, с репродуктивным здоровьем подростков, с сохранением этого здоровья. У нас были проекты по области, и мы проводили такие занятия вместе с Центром медпрофилактики в том числе. Сейчас это просто, ну, скорее перешло в другую форму. Но мне кажется, вот лично мое мнение, да, вы спрашиваете, что вот было очень эффективно. Было очень эффективно, и нас ждали, нас так приглашали. В школу ребята нас благодарили. Мы проводили тоже много эфиров различных, и на радио тоже выступали. Но живое общение – это вот все-таки дает очень многое. Мы затронули вопрос, когда уже отношения достаточно близки, люди заводят ребенка, и при беременности роль мужчины, она, ну, я думаю, здесь она неоспорима самыми даже такими вот упертыми консерваторами, да, а до беременности. Вот насколько здесь важна роль мужчины в женском здоровье? И именно вот еще раз, наверное, повторить, еще раз сказать, что не только, наверное, во время беременности, да, не только во время кормления ребенка, но и перед этим мужчина должен какие-то соблюдать моменты. Вы знаете, вот я тоже вернусь к тому, что вы у меня спросили, я не ответила про эмоции женщин, да? Вот они сейчас здесь как раз про это. Безусловно, женский организм устроен так, что работают различные гормоны. И вот есть такое понятие предменструальный синдром. Это очень интересно. Да, когда именно действует гормон прогестерон, и у него есть такое действие, он может вызывать депрессивное состояние. То же самое происходит во время беременности. Это сплошное царство прогестерона. То есть женщина такая эмоциональная. Вот, эмоции и депрессия, это же немножко разные вещи. Обычно как бы ПМС, да, он ассоциируется с агрессивностью женщин, с безбашностью. А у кого как, у кого как. Понимаете, это тоже же все зависит, от психоэмоционального вообще состояния женщины. Как мужчине себя вести как раз в такой ситуации? Мужчина должен понимать, что... Убегать из дома? Нет. В лес? Что он взрослый, и он должен нести ответственность, и он должен понимать, это скоро пройдет. Беременность – это временно. ПМС – это временно. Ну, да, как-то вот очень деликатно. Он должен просто знать, что это может быть. Что она не всегда может быть в этом виновата. Гормоны – это серьезно. Ну, а как вот вы считаете, у женщин же бывают случаи, когда они маскируют какое-то свое другое неудовольствие, там, вот этими днями, скажем так. Используют эту ситуацию. Ну, вы знаете, это уже психология семейной жизни, да. Это как у них там в семье, когда вот женщины, например, приходят, и очень часто гинекологу задают вопрос, у меня отсутствует либидо. Вот либидо отсутствует. Мы диагностируем ее, да, все делаем, проводим обследование. Ну, нет ничего такого, что связано было бы с этим вопросом. И как-то однажды я попала на лекцию к сексопатологу. И она сказала, почему вы, гинекологи, сразу отправляете их к сексопатологу с отсутствием либидо? Вы же можете просто спросить их, а они как относятся к этому мужчине? Может, у них конфликт какой-то произошел? Может быть, он ее там терроризирует или еще что-то случилось? И отправить ее тогда к психологу? Не надо сразу к сексопатологу. То есть, это такая психологическая проблема семейная. Я думаю, что ее точно нужно решать с семейными психологами в том числе. Если женщина акцентирует свое внимание на этих днях, да, скажем так, мягко, часто мужчине стоит задуматься, да? Может, что-то он делает не так, и женщина просто тем самым показывает свое отношение. Ну, конечно. Зачем-то же она это делает. Женщина ничего никогда просто так не делает. Ну, это интересная позиция. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Конечно же, тем бесконечно много. Мы ждем вас в гости снова. Да, спасибо. Мне тоже было очень приятно. Я очень хочу, чтобы многие мужчины посмотрели нашу с вами передачу и задумались о том, что они должны быть ответственными за свою семью, любить свою половинку и обговаривать все, наверное, нюансы в семье, чтобы женщина не чувствовала себя одной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!